22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, действительной исторической личности для нашего государства. Его роль в истории Российской империи в период советской власти сегодня трактуется неоднозначно. Для одних это человек, обернувший эволюционный путь развития России в революционный и положивший на алтарь революции тысячи жизней россиян, развязавший гражданскую войну в стране и репрессии. Для других Ленин по-прежнему остается вождем мирового пролетариата, кумира. Как бы там ни было, историю не перепишешь. Ее просто нужно знать, отсекать ненужное, сохранять полезное. Традиционно в этот день представители партии КПРФ приходят на площадь имени Ленина и возлагают венки и цветы к его памятнику. Этот год не стал исключением. 22 апреля в 1870 году в городе Симбирске родился Владимир Ульянов. Будущий революционер, который впоследствии взял псевдоним Ленин. Товарищи трудящиеся, помните, что вы сами теперь управляете государством. В принципе, народное управление государством сохраняется на постсоветском пространстве путем публичных выборов в представительные органы власти всех уровней. Отличие в том, что во времена Советов избранниками народа становились представители только правящей партии, ВКПБ и КПРФ. Теперь в России многопартийная система. В региональном парламенте, например, она представлена депутатами партии «Единая Россия», ЛДПР «Справедливая Россия Родина» и КПРФ. Для коммунистов 22 апреля значит больше, чем историческая дата. Вообще в этом году наша страна отмечает две великих даты. Это юбилей победы советского народа и юбилей Вадимовича Ильича Ленина. Вчера наша партия провела всесоюзное партийное собрание. И сегодня коммунисты Ненецкого автономного округа, сторонники партии, собрались на главной площади города Наринмар, чтобы почтить память вождя Вадимовича Ленина. След любой публичной личности в истории научные круги оценивают всесторонне, складывая в единую копилку все за и против. Получается достоверный исторический портрет. Вчера состоялась очень интересная конференция, всесоюзная ее назвали, потому что принимали участие представители коммунистических партий, левого движения и Кубы, и Вьетнама, и стран бывшего Советского Союза. Все они подчеркивали, что Ленин не только воспринял передовые для 19-го, 20-го века идеи революционного преобразования мира, но эти идеи активно притворял в жизнь. Историческую роль Ленина сегодняшние коммунисты видят в том, что он... ...заложил основы для создания, для образования Советского Союза, Советского государства с основными направлениями, социальными ориентирами и в развитии коммунистического общества в нашей стране. Первый памятник вождю мирового пролетариата в Нарьинмаре был установлен в 1949 году. Он был изготовлен из гипса, поэтому до наших дней не сохранился, так как разрушился. Современный, привычный каждому горожанину памятник, Ильичу, был установлен 50 лет назад, к 100-летнему юбилею Ленина. Бронзовый Ленин на одноименной площади долгое время, бывший центральным в Нарьинмаре, стал первым настоящим добротным памятником в городе. Нет ни одного города в стране, где бы не были сохранены монументы Владимиру Ильичу.